Всем доброго времени суток, друзья. Данный расклад для Инны. Инна, у вас на работе возник конфликт, и вот интересно было бы посмотреть, насколько действительно предвзято отношение вашей начальницы и еще одного человека, ну скажем так, второй начальник будем его называть. Насколько эта неприязнь, насколько эта, скажем так, проблема, касающаяся работы, на самом деле связана с личными отношениями и с личной неприязнью человека, о котором мы будем говорить в данном раскладе. И первое, что мы смотрим, это, безусловно, сам сигнификатор конфликта. То есть по факту, как считает ваша начальница, в чем на самом деле заключается конфликт и по мнению большинства, то есть по мнению основного количества людей, как выглядит этот конфликт, если посмотреть на него снаружи и извне. Ее мысли по поводу вас и этого конфликта, к чему она хочет прийти, ее чувства к вам. И вот здесь мы посмотрим как раз таки, есть у нее какое-то ощущение такой персональной, личной обиды, и есть ли у нее действительно, ну какие-то, скажем так, камни за пазухой и личные ее какие-то чувства. Вы посмотрели ее чувства, теперь мы смотрим ее намерения по поводу развития данной ситуации. Ее фактическое отношение к вам. То есть мы пытаемся здесь сейчас из этих карт выделить то, действительно, насколько объективен этот конфликт и насколько его можно называть именно рабочим, а не конфликтом, который касается личных отношений. Что по этому поводу думает о ней второй начальник? То есть поддерживает ли он ее? Считает, что она права в отношении этого конфликта с вами? Или наоборот, он ее не поддерживает? Что думает второй начальник о вас в данной ситуации? Есть ли у него к вам сочувствие? Пытается ли он, например, каким-то образом ее остановить, говоря, что вы нормальный специалист, что вы нормально работаете? Или он ее действительно поддерживает и думает о вас, например, не очень хорошо? Или пытается как-то вас действительно выжить и подсидеть? Ну и от этого следующий вопрос у нас идет. Есть ли у нее желание вас выжить с рабочего места? У второго начальника есть ли желание выжить вас? Стоит ли по этому поводу обратиться к королю Пентакли, к вашему избраннику? Что он подумает, если вы к нему обратитесь об этой ситуации, и о том, что вы пошли навстречу, пошли к нему за помощью, например? То есть вот что он подумает? Какие чувства к вам у него это вызовет? Какие чувства это вызовет у него к начальнице и ко второму начальнику, о которых вы думаете, что они, возможно, хотят вас выжить? Будет ли у него намерение вам помочь? Или он скажет, идите, разбирайтесь сами, я здесь вообще ни при чем. Как он будет все-таки воздействовать на начальницу? То есть вам он может, например, сказать, что идите, разбирайтесь сами, но при этом будет ли он что-то делать? То есть развернется он и пойдет переговорить с вашей начальницей, или он просто сложит руки и оставит все как есть? Как он будет воздействовать на второго вашего начальника? Если вы пожалуетесь, если вы попросите поддержки здесь, что это дает вам такое обращение к королю Пентакли? Какие для них, для ваших недоброжелателей могут быть последствия после вашего такого обращения? И, конечно же, для вас мы смотрим предостережение, чего в данном случае делать не надо, и совет карт. Ну и сейчас мы будем смотреть. Собственно, первое, что мы смотрим, это сам сигнификатор проблемы. И сигнификатор – это обучение, это некоторое поучение, и это рабочий момент. Момент, который, возможно, связан, скажем так, с новостями, которые касаются денег, которые касаются некоторых сумм. Здесь мы можем сказать, что, возможно, в данном случае начальница считает, что вам надо учиться. Но если она даже так и считает, то, по идее, нужно предоставить вам помощь какого-либо сотрудника компетентного, в результате которой вы сможете делать то, что от вас требуют, например. Ее мысли и чувства к вам. Ну, вы знаете, она сейчас думает больше не головой, она думает сейчас больше своими эмоциями. Сказать, что она как-то логически мыслит и может действительно реально, нормально воспринимать по-рабочему эту ситуацию и обговорить ее в рабочем порядке, было бы неправильно так сказать. Потому что она не может сейчас логически рассуждать, она не хочет сейчас логически рассуждать, потому что она хочет истерить, скажем так. Ну и ее чувства к вам, которые мы спрашивали, здесь ложится у нас переживание, то есть у нее на сердце действительно по этому поводу травма, но у нее эта травма связана с хитростью в коллективе, то есть вот здесь вот она имеет какие-то свои надежды, какие-то свои чаяния в этой ситуации. И по отношению к вам она здесь не откровенна, она не честна с вами, действительно карта лжи на нее здесь в этом раскладе ложится по данной позиции, по поводу чувств, но чувствовать она может одно, а планировать другое, однако намерениями ее являются все-таки продолжать спор, продолжать его до тех пор, пока она не получит, скажем так, формальную победу и она намеревается все-таки развивать эту тему и далее. Ее фактическое отношение к вам, ну и здесь мы видим карту, которая говорит о колкостях, то есть этот человек не хочет с вами разговаривать спокойно, скажем так, этот человек пытается вас хошмарить и подкалывать. То есть ее фактическое отношение, оно на сегодняшний день недоброжелательное, потому что она считает, что вы у нее что-то отбираете, а что вы отбираете у нее, а вы отбираете у нее какие-то ее фантазии. И вот какого рода эти фантазии? Это какая-то обида. Вы оказались здесь правы, говоря о том, что может быть это чисто по-женски какая-то обида и прочее, но мы не видим здесь, знаете, как обиды, например, из-за мужчины, но мы видим обиду какую-то, связанную с помощью. То есть она хочет, чтобы ей кланялись в ножки, она хочет, чтобы ей говорили спасибо по любому пустяку, она хочет, чтобы за какие-то ее подсказки вы ее действительно там благотворили и возносили на пьедестал, а не спорили с ней в данной ситуации. Что по этому поводу думает второй начальник о ней, о вашей начальнице? Ну и здесь мы можем сказать, что он ситуативно, скажем так, ее поддерживает и у них какие-то, возможно, даже есть общие планы, но тем не менее он ей может говорить о ее излишней импульсивности в данной ситуации, то есть сказать, что он всецело стоит на стороне этого человека. Он, знаете, и вашим, и нашим, он вроде бы и хотел ее поддержать, но он понимает, что это будет неправильно, поэтому я не могу сказать, что он однозначно здесь исключительно положительно относится к ее вот этой вот выходке, к ее высказываниям. Он ей может действительно говорить о том, что она была излишне эмоциональной, он может ей говорить о том, что она не совсем права в данном случае, что она излишне нагнетает обстановку, нагнетает ситуацию. Ну и, естественно, в связи с этим событием он, возможно, будет с ней разговаривать, но он не будет ей упреки бросать, то есть он не будет становиться грудью там за вас, вас защищать, нет. Но он просто скажет, ну ты, по-моему, погорячилась слегка, там девчонку обидела, может быть, ты как-то помягче с ней будешь и прочее, но это, вы знаете, в такой мирной форме может быть у них разговор. Что в данном случае он думает о вас? Но о вас он считает, что вас не так-то просто обидеть на самом деле, то есть он считает, что, возможно, в данной ситуации вы то ли прикрываетесь непониманием, то ли прикрываетесь, ну, какими-то другими причинами, как будто бы вы, по его мнению, в данной ситуации являетесь манипулятором и провоцируете вашу начальницу. Вот у него может складываться такое впечатление. Но то, что он думает и то, что вы делаете на самом деле, это не одно и то же. Просто мы сейчас смотрим именно его мысли. Нет, на данный момент у нее нет желания вас выживать, но она может вас каким-то образом, скажем так, подкалывать, обижать, она может вас пытаться слегка подсиживать, ну, и какие-то, знаете, такие неприятные моменты вносить. Причем в коллективе может распускать о вас, ну, неправильные какие-то вещи, неправильную информацию выдавать коллективу, ну, и, соответственно, являться источником сплетен. Поэтому, однако, сейчас в планах вас выживать у нее нет таких вот намерений. Она сейчас будет выжидать какого-то момента. Что касается второго начальника, есть ли у него планы вас выживать? Вы знаете, может быть, ситуативно что-то и было, но я бы не сказала, что это его глобальная задача. Нет, у него, знаете как, скажем так, он достаточно традиционен, он приверженец того, что, ну, вот сложился коллектив, пусть такой коллектив и будет, и пусть все в этом коллективе находят общий язык. То есть у него желания такого, чтобы вас взять, выжить, выкинуть куда-то нет. У него отсутствует такое желание. Он считает, что, ну, у него достаточно, скажем так, полномочий для того, чтобы быть довольным собой и для того, чтобы в коллективе немножечко всех встряхнуть и все сами стали каждый на свое место. Стоит ли по этому поводу обращаться к вашему избраннику, к королю Пентакли? Ну, и карты говорят о том, что, скорее всего, не стоит выносить этот конфликт на его уровень, но, тем не менее, мы с вами будем рассматривать ситуацию, если вы все-таки к нему обратитесь. Ну, или карта может говорить, что к нему можно будет обращаться только в том случае, когда ситуация для вас реально станет очень тяжелой и практически невыносимой. Что касается его мысли. Вот вы обратитесь, что он по этому поводу подумает. Ну, он решит, что да, нужно, чтобы восторжествовала справедливость. Он посчитает, что нужно что-то с этим, конечно, делать и вмешаться. Ну, и вот посмотрим, давайте, каким образом он будет. Ну, он считает, что, в принципе, резко вмешиваться тоже нехороший вариант. Он, скорее всего, будет такими разговорами и достаточно умеренными какими-то влияниями пытаться разобраться в этой ситуации. То есть, он в нее не будет, знаете как, на коне с шашкой окунаться с головой прямо. Он будет более уравновешен здесь. Следующий вопрос – это какие чувства у него это вызовет к вам? И здесь у него будет ощущение, что вам нужно переходить на некий новый уровень общения. И он может сказать вам о том, что тебе нужно тоже развиваться, учись там и прочее. То есть, вы можете услышать приблизительно такие фразы, что вам действительно нужно учиться, вам нужно стараться, вам нужно выполнять свою работу хорошо. Но это будет сказано в очень оптимистичном тоне. И это будут, скорее, слова поддержки, нежели какое-то недовольство. Какие чувства к начальнице, к вашей у него это вызовет? Ну, вы знаете, захочется ему шашкой помахать и все-таки всех встряхнуть, поставить на свои места и сказать, так, подождите, давайте вот остановитесь и работайте как положено. Какие ко второму начальнику чувства вызовет? Ну и здесь, вы знаете, может быть ощущение, что он захочет поставить на вид и вашему второму начальнику, и начальнице. То, что они должны работать как положено и не заниматься выяснением отношений на работе. То есть, он их призовет абсолютно ледяным образом, очень логическим и абсолютно лишенным чувств к тому, чтобы работали как надо. А не ходили, не устраивали какие-то там скандалы, какие-то истерики и прочее. Будет ли у него намерение помочь вам в этой ситуации? И здесь, вы знаете, у него будет не столько намерение помочь вам, сколько намерение разобраться в этой ситуации и привнести в нее справедливость. То есть, решить ее так, эту ситуацию, как нужно. И как он будет воздействовать в таком случае на начальницу? Он ей постарается помочь разобраться с данной ситуацией. Но мы видим, почему помочь, скорее всего. Потому что у нее практически предистерическое состояние. И она многое говорит о вас, то, чего нет на самом деле. И, соответственно, он попытается действительно помочь ей разобраться в рабочих вопросах. И, скорее всего, именно потому, что он отнесется к таким, вот король Пентакли, отнесется к таким разборкам на работе не слишком положительно. Выходили карты, которые говорят о том, что вам нужно говорить с ним о личном, а не о рабочем. То есть, не о коллективе, не о других людях, а именно о себе. И именно о каких-то ваших таких, вот знаете, жизненных ситуациях. То есть, это не будет способствовать, скорее всего, вашему сближению. Как он будет воздействовать на второго начальника? Ну, и здесь он будет на него воздействовать, как, скорее всего, прямой начальник, который переговорит с ним. И силой своего авторитета скажет, как себя нужно вести в данной ситуации. Что это дает вам? Если вы обратитесь, что дает вам такое отношение? Ну, вы знаете, вы получите роскошный подарок в виде помощи в разрешении этой ситуации. Но вся проблема в том, что я не вижу, чтобы эта ситуация была в глазах именно короля Пентакли, как помощь вам. Он это воспримет как чисто рабочую ситуацию, при этом будет стремиться действительно разрешить некие рабочие вопросы. Он постарается не привмешивать сюда какие-то личные чувства. Ходя к вам, действительно, здесь солнышко ложится, то есть личное что-то будет. Но что касается начальницы и начальника второго, здесь ложатся карты абсолютно деловые, ложатся карты абсолютно рабочие. Ну, и можно даже сказать так, что вашей начальнице в таком случае он поможет изрядно охладиться. Он просто ее остановит на взлете. Ну, и могу сказать, что, в принципе, знаете, вроде бы сдержанный человек на первый взгляд. Вроде бы все такое ровное, все такое одновременно справедливое, но выдержанное. Но в этой ситуации, вы знаете, может перепасть на орехи всем. То есть здесь может достаться и начальнику, и начальнице. Но все это будет происходить исключительно за закрытыми дверями. Это не будет выноситься на всеобщее обсуждение. Фактически, наверняка, коллектив даже не узнает, что между ними при обсуждении данной ситуации происходило. Но я еще повторюсь, что для короля Пентакли вот это разрешение конфликта, оно будет являться прежде всего не помощью конкретно вам в его понимании, а в том, чтобы навести порядок на работе. Вот это суть для него. То есть для него важно, чтобы все было на своих местах, чтобы был порядок, и чтобы работала организация. То есть он не склонен в данной ситуации смешивать компот и мух. И это хорошо, потому что он разделяет личное и рабочее. И эту ситуацию он воспримет именно как рабочую, а не как-то по-другому. В итоге, что, получается, это дает вам? Мы достали карту, которая говорит, возможно, об увеличении вашей прибыли и поддержке старшего товарища. Можно выразиться так. Какие для них, для начальницы и для второго начальника это имеет последствия. Но здесь мы можем сказать, что это может быть некий такой социально решаемый вопрос. Он не будет распространяться, король Пентакли, по этому поводу на широкие, скажем так, массы в коллективе. Но за закрытыми дверями, не только они втроем, но и социумам, скажем так, он может действительно решить то, что им вынесут, допустим, какой-нибудь там выговор или что-то еще. Но в любом случае для них это будет неприятная взбучка, и он их заставит нести ответственность за их поступки. Я думаю, что квинтэссенцией данного разговора будет являться следующее. Что вы, уважаемые начальницы и второй начальник, сочли возможным данному сотруднику, то есть вам, выделить эту работу. Соответственно, вы должны были обеспечить то, чтобы сотрудник был достаточно квалифицирован для того, чтобы с этой работой справиться. И им будет высказано следующее, что уважаемые, значит, ответственность лежит на вас, если человек не справился. Значит, вы не научили, значит, вы не обеспечили исполнение своего приказа, своего поручения. То есть, в принципе, на орехи им перепадет, и он их заставит действительно нести ответственность за свое поведение, за то, что они не сумели наладить должных, скажем так, связей и обучения в коллективе. По данному вопросу не смогли, по всей видимости, дать вам хорошей, качественной консультации, или вообще никакой не дали консультации. Ну, то есть, на орехи перепадет, можно сказать. Однако, по всей видимости, увольнениями не пахнет. Предостережение вам в данной ситуации и совет карт. Значит, что мы можем сделать здесь и что мы можем видеть здесь? Что касается предостережения, карта говорит нам о том, что вы не должны уж слишком, скажем так, доверительно пытаться рассказать об этой проблеме. Вот вашему избраннику, скорее всего, не слишком рекомендуется, и в то же время карты не советуют упорствовать в данной ситуации, и не советуют гнуть свою линию с рассказами о том, что вы же меня не научили, вы, вы все из-за вас. То есть, вам нужно, по всей видимости, стремиться, конечно, к тому, чтобы ситуация разрешилась положительно для вас, но полностью сменить вашу тактику, потому что вы сейчас можете действовать неправильно для достижения своей цели. Возможно, по-человечески вы действуете правильно и справедливо. Но это не улучшит отношения в коллективе и, скажем так, не поможет вам действительно свести на нет вот этот конфликт. Меняйте полностью стратегию поведения, старайтесь сохранять мир с окружающими, быть чуть более закрытой. По всей видимости, у вас все-таки прорвались эмоции в этот раз, и вот эти эмоции, вы же достаточно закрытый человек. Вам эти эмоции, наоборот, нужно немножечко гасить в себе и общаться более миролюбиво и доброжелательно. Это сыграет только вам на пользу, потому что вы в результате своего спокойствия получите победу в этом споре и нормальную, затем, работу. То есть, штатную нормальную работу, то есть, в том виде, в котором она должна у вас сейчас быть. Поэтому немножечко вам нужно сменить гнев на милости. Карты говорят нам о том, что спускать на тормозах, то есть, вообще останавливать обсуждение этой проблемы тоже не надо. Но, тем не менее, не упорствовать и не продолжать в том же духе, не гнуть свою линию, не пытаться выяснять отношения и попытаться поговорить все-таки с людьми по-доброму. Это даст лучший результат, чем если вы будете действительно спорить, действительно вы будете выяснять отношения, доказывать то, что люди не правы, что вам не обеспечили какой-то помощи, например. Поэтому карты все-таки рекомендуют вам мириться. Ну, я понимаю, что это не как в песочнице мирись, мирись, мирись и больше не дерись. Нет, но вам нужно настроиться на более мирный лад. И когда у вас внутри будет более мирное восприятие данной ситуации, то в таком случае у вас и получится уладить достойно и выгодно для себя ее. Обращаться к королю Пентаклий карты не советуют напрямую, если эта ситуация не дойдет до какой-то крайней точки кипения. Но, опять же, давайте спросим, как, каким образом. Ну, вот сам король Пентаклий, смотрите, у нас выпадает. Как, каким образом к нему обращаться? Ну, вы можете с ним поделиться своими страхами и только в случае какого-то, ну, уже, скажем так, открытого конфликта с вашей начальницей и начальником идти к нему. На сегодняшний день пока что обращение не является благоприятным для вас. Поэтому вы ждите, если ситуация не разрешится сама собой с помощью вашего какого-то мирного отношения и попытки мирно урегулировать данную ситуацию, то тогда уже вы можете обратиться, но только тогда, когда действительно вас уже начнет это беспокоить гораздо сильнее, чем сейчас, чем сегодня. Но будем надеяться, что все-таки не придется обращаться и будем надеяться, что все-таки все уладится малыми нервами и малой кровью, назовем это так, и что вы сможете найти общий язык с вашими начальниками без обращения к третьему лицу. Поэтому подумайте еще раз. Ну, если будет совсем уже безвыходная ситуация, тогда и обратитесь. А на сегодняшний день пока что карты говорят нам о том, что вы можете справиться сама, если будете вести себя как королева Пентаклий, достойно, с уважением к себе и с уважением к окружающим. Естественно, я от души желаю, чтобы ваша ситуация разрешилась благополучно, чтобы конфликт был исчерпан, и чтобы вы обратились к своему избраннику по какому-то другому вопросу, с какой-то более приятной темой, которая принесет и вам, и ему только хорошие и благополучные переживания, а не разрешение вот такого вот конфликта. А я желаю вам удачи, до встречи, до свидания.